Уважаемые коллеги, у нас сегодня заседание правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Поговорим сегодня по той теме, которая является ключевой в настоящий момент для целого ряда областей экономики в нашей стране. В стране это импортозамещение и в промышленности, и в агропромышленном секторе. Давайте посмотрим, что сделано в этом направлении на Северном Кавказе. Какие перспективы? Положение на мировых рынках, ситуация в экономике остается весьма и весьма непростой. Нам всем и центру, и регионам нужно работать в условиях жестких бюджетных ограничений. Мы и вчера, и несколько дней назад рассматривали проект федерального бюджета в части региональных финансов. Понятным причинам здесь тоже все непросто. И вполне логично, что создавая условия для ускоренного развития промышленности и сельского хозяйства на Северном Кавказе, мы будем поддерживать те проекты, которые ориентированы на замещение импорта. Разрабатывать и продвигать новые российские технологии, новые российские продукты. Генерировать, естественно, также дополнительные налоговые поступления и улучшать ситуацию на рынке труда. Во всех регионах Северного Кавказа утверждены планы содействия импортозамещению, сформированы перечни якорных инвестпроектов в промышленности, таких набралось 30 штук, и в агропромышленном комплексе таких набралось 39. Рассчитываю, что сегодня коллеги расскажут о том, как идет их реализация, какой объем инвестиций удалось привлечь, какие государственные компании, компании с госучастием к этому подключились. Ну и самое главное, конечно, какие это создает возможности, сколько рабочих мест дополнительных создано, как это влияет на уровень занятости, та проблема, которая для Северного Кавказа является весьма и весьма острой. Значительные средства выделены из федерального бюджета, в том числе на возмещение отчасти процентной ставки по инвесткредитам. На федеральном уровне поддержано создание в трех регионах Северного Кавказа трех индустриальных парков. Использован созданный недавно Фонд развития промышленности. В перечень комплексных инвестиционных проектов, которые субсидируются по линии Минпромторга, включено пять проектов Северокавказского федерального округа. Объем их финансирования более шести миллиардов рублей. В том числе, наверное, и с учетом вот этого финансирования и ряда других моментов, которые возникли, ситуация в промышленном секторе округа лучше, чем в среднем по России. За пять месяцев объем промышленного производства вырос ненамного, но тем не менее 0,7%. Здесь, конечно, правда, сказывается и эффект базы, потому что, собственно, база на Северном Кавказе, она в целом слабее, чем по стране в целом. Но, тем не менее, все равно хорошо, что есть рост, тем более, что по стране в целом эти показатели уменьшились на 2,3%, а здесь вот наблюдается, еще раз говорю, скромный, но рост. Возможно, нужно подумать о расширении механизмов поддержки импортозамещающих производств, которые будут работать на Северном Кавказе, с участием ведущих госбанков, институтов развития, разработать программы кредитования таких предприятий. Коллеги могли бы также сказать, что в этом направлении сделано. В том, что касается сельского хозяйства. Ограничение на импорт некоторых продовольственных товаров – это действительно хорошее подспорье для наших аграриев. Недавно, как вы знаете, мы приняли решение продлить ответные меры в отношении поставок из стран Евросоюза и некоторых других стран еще на один год. Но конкуренцию с производителями из других регионов нашей страны, конечно, никто не отменял. И успешно работать на российском рынке можно, предлагая лишь нормальные цены, ну и, конечно, качественную и экологически чистую продукцию. Возможности для современного, высокопроизводительного, эффективного сельского хозяйства на Северном Кавказе есть. Они не просто есть, они уникальные. Есть и поддержка федерального центра. Общий объем средств федерального бюджета, которые были выделены на поддержку сельского хозяйства на Северном Кавказе, превысил 11 миллиардов рублей. Значит, в этом году планируем направить на аграрные цели на Северном Кавказе 12 миллиардов рублей. Темпы развития сельского хозяйства на Северном Кавказе по итогам прошлого года также были выше среднероссийских. По данным, во всяком случае, профильного министерства, значит, здесь рост был плюс 5,3%, в том числе по растениеводству 7%. Другое дело, что всю эту продукцию нужно доставить потребители. Потребители должны получить ее в качестве, в нормальном виде. То есть нужна инфраструктура для хранения и переработки, для продвижения сельхозпродукции Северного Кавказа в крупные российские торговые сети. Нужна и работа по селекционно-генетическим и семеноводческим направлениям. Вы хорошо знаете, зависимость от импорта по этим позициям у нас, к сожалению, очень высокая. Поэтому важно как можно активнее подключать к решению этих задач научные и учебные организации региона. Хотел бы, чтобы профильное министерство вместе с коллегами из северокавказских регионов, и, конечно, вместе с бизнесом подготовили и доложили конкретные предложения по этой теме, по созданию и развитию центров племенных, семеноводческих, ну то есть селекционных предприятий. Теперь несколько слов о новой редакции госпрограммы развития Северокавказского округа на период до 2025 года. На финансирование второго этапа программы, который рассчитан на период с 2016 по 2020 годы, планируется направить более 150 миллиардов рублей. На совещании, которое я проводил, мы договорились, что эти немалые бюджетные деньги, в том числе ресурсы региональных институтов развития, будут в основном использоваться для стимулирования реального сектора, также, естественно, для реализации крупных межрегиональных проектов. Для каждого из семи регионов будет разработана отдельная подпрограмма с учетом промышленной и сельскохозяйственной специализации, с учетом состояния рынка труда и других параметров. Но условия получения бюджетного финансирования будут едиными для всех. Нам нужен абсолютно понятный механизм оценки и отбора таких проектов. Тогда мы, во-первых, сможем обеспечить эффективное использование и возвратность бюджетных средств, ну и, во-вторых, в такие проекты будут лучше вкладываться частные инвесторы. Поэтому просил бы также на это обратить пристальное внимание. Также хочу еще раз отметить, что, конечно, государственная программа служит целью развития. Это не реестр социальных обязательств федерального бюджета. Она должна быть полноценным инструментом развития экономики округа, экономики регионов, выполняя вот эту задачу прежде всего. Ну и Министерство по делам Кавказа. Есть и некоторые другие предложения по структуре и механизмам финансирования. Об этом министр доложит.